друзья всех приветствую на своем канале с вами снова художник алена и вы на канале мастер-класс и сегодня я вам хочу рассказать как я отправляю и упаковываю картины вот такого вот разного формата пришел заказ на картины такие вот миниатюры заказали сразу оптом но сложности здесь состоит в том что они разного формата да и как их упаковать чтобы они все доехали и долетели в хорошем состоянии и не попортились картины уже в принципе досохли написаны они маслом на таких вот картонках грунтованных миниатюры и 1 нарисована холст на картоне тоже маслом и хочу вам показать как я упаковываю такие вот разноформатные работы для упаковки нам понадобится вот такой вот пеноплекс я уже его подготовила нужного размера пеноплекс я отрезала размером чуть больше чем у меня самая большая работа буквально по 0 5 сантиметров остается края укладываем сначала самую большую работу прямо на эту подложку из пеноплекса и начинаем постепенно складывать эти вот маленькие также я подготовила вот такие вот бортики тоже из того же пеноплекса их я положу по краям от маленькой картины чтобы они не сдвигались и картина не ерзала друг подружки потому что картины написаны пастозно очень густыми мазками и надо чтобы все это сохранилось и доехала хорошем виде также я картины буду перекладывать вот такой пузырчатой пленочкой каждую картину буду перекладывать затем кладу маленькую и также отрезаем пузырчатую пленочку я отрезаю уже по размеру меньше подходящую под нашу картинку сверху мы и укладываем прижимаем дальше кладем следующую таким образом они картинки сами не будут соприкасаться и вот эти мазки они останутся в целости не примутся даже если краска у вас немножко не досохла когда написано густыми мазками жирными такими они могут сверху быть подсохшие внутри еще быть мягкий поэтому с помощью такой пузырчатой пленочки они не промнутся дальше укладываем следующую и каждую картинку я перекладываю такой пузырчатой пленочкой последний я также накрываю пленочкой и получается у меня вот такой вот толстенький бутерброд сверху я хочу еще положить подарок вот такую открыточку это такой презент и благодарность за покупку для моего покупателя дальше я все это накрою опять кусочком пеноплекса и посмотрите вот такой вот у нас получается бутерброд лишнее можно убрать этими брусочками хорошо прижимаем края чтобы все это держалось и все вместе теперь нужно замотать стричь пленкой для того чтобы все это зафиксировать и что я чтобы И также желательно с остальных краев тоже замотать стретч-пленкой. Вот у нас получился вот такой вот плотненький бутерброд, и там уже хранятся наши картинки. В таком виде можно отправлять уже по почте, упаковывать в их паковочный конверт полиэтиленовый почтовый. Либо можете еще обмотать такой пузырчатой пленкой, пупыркой. Я думаю, конечно же, она у всех есть. Поэтому дальше уже на ваше усмотрение. Но вот в таком виде, я думаю, в целости и сохранности доедет любая посылка, любые картинки. Если у вас они больше размером, то, конечно же, вы отрезаете пеноплекс по размеру вашей картины. Самый большой. Ну и отправляйте по почте. Я надеюсь, это видео было вам полезно. Если у вас остались вопросы, напишите в комментариях. Также поделитесь в комментариях, как вы отправляете свои картины, либо какие-то рукодельные свои изделия в посылках. Очень интересно будет почитать и узнать ваше мнение об этом. Поэтому спасибо, что досмотрели видео до конца. Подписывайтесь на канал, не забывайте. Ставьте лайк. И всем удачи! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!